Мы то, что мы едим? А если многие не подозревают, что? Кактус из Мексики расплодился по всему миру. Удивительное растение. Для чего опунцию разводят во многих странах? Неожиданный поворот. Любите ли вы есть насекомых? Что за бред я несу, скажете вы? Конечно нет. А вот наше видео докажет вам обратное, что вы чуть ли не каждый день уминаете и даже причмокиваете, возможно. Правда, не подозревая об этом. А в подтверждение моих слов слышите, как цикады громко жужжат. Ну, не цикад вы, конечно, едите. А что? Узнаете дальше. А начнем мы наше видео с информации об интересном растении. Называется оно опунция. Чаще всего его знают под этим именем, но также называют индейской фигой, берберийской фигой. А чем оно интересно? Сейчас узнаем. Здравствуйте, а вы русский, да? Здравствуйте. А вы знаете, что это за растение? Кактус. Кактус? А какой знаете? Нет, не знаем, потому что тут они по-разному цветут. Они есть с белыми цветами, есть с желтыми, есть с красными. А вы знаете, что он съедобный? Ну, вообще любой кактус, по-моему, да. То, что лечебный, это точно, я вот знаю, что там вот эта вот жидкость. А вот съедобный, не знаю. Это удивительное растение я впервые увидела на Канарских островах, куда давным-давно мы с супругом отправились в свадебное путешествие. Так вот, оно меня так поразило, что сквозь года память о нем пронесла. Что меня удивило? Мне рассказали, что этот кактус специально разводится. А для каких целей, расскажу позже. Совсем не потому, что, как выяснилось, плоды у него съедобные. А кактус уже привычное дело, поэтому... Да? Уже не обращаем внимания даже. Не обращаем. А продают на рынке тут, может быть, плоды продают? Вот эти вот шишечки, это плоды, не видели, не встречали? Не видела, не видела. Вот эти шишечки, сейчас они еще зеленые. Когда поспеют, они увеличатся в размерах, и мы сможем сорвать их и съесть. Главное делать это в перчатках, чтобы колючки на пальцах не остались. Говорят, очень сложно их вымывать. Не трогай. Почему? Просто такими можно уколоться. Растение-то распространилось по всему миру благодаря тому, что когда-то в 19 веке один из губернаторов Австралии решил завезти в свою страну. Завез. Через какое-то время фермеры схватились за голову, потому что так понравилось опунции жить в Австралии, что она уже не давала фермерам места, не оставила места для посадок. Все заполонила собой. Тогда стали бороться уже с самой опунцией. Тогда стали завозить каких-то жучков, которые, к сожалению, вместо кактуса съедали опять посевы бедных фермеров. И только какой-то 150-й вид жучков смог действительно справиться с опунцией. И после этого фермеры австралийские вздохнули свободно. Сегодня она по всему миру распространена, но, естественно, в теплых краях. И если казалось раньше, что в засушливых местах только кактусы живут, совсем нет. Кстати, индейцы на родине растения, они употребляют в пищу не только сами плоды, плоды как фрукты употребляются в пищу чаще всего, а даже листья. Листья очищаются внешне, у них внешняя кожура с колючками, и мякоть употребляется как в салаты, как овощи, в общем, используется. Знаешь, что еще самогонку делает? А, это из другого, это из другого. Текила, которая? Да, да, да. Осторожно. Не путайте агаву и опунцию. Агава похожа на гигантское алое, из которой делается текила. Что же удивило меня больше всего, когда познакомилась с этим растением? Оказывается. А знаете, что на них жучки водятся? Конечно. Какие-то, да? Ну, конечно, насекомые. А что с ними делать? Ничего. Тут живут они, видимо. Вот это вот повреждено насекомыми, видимо. На этом растении, на плантациях опунции специально разводят жучков, из которых изготавливают, что бы вы думали, краситель. Самки этих жучков, этого подобия тли, они очень крупные, в отличие от самцов большого размера относительно. Они содержат очень много красящего вещества красного цвета. Так вот, по сей день этих жуков собирают, высушивают. Если индейцы раньше в ступках толкли потом этих засушенных жучков и делали краску, в том числе можно было и одежду окрашивать, и что угодно красить, то сегодня как пищевой краситель используется порошок из этих жучков. В Мексике на производстве кашиниль стоит 25-30 долларов за килограмм высушенных насекомых. А для производства одного килограмма красителя, кармина, нужно более 170 тысяч тушек. Сегодня больше всего кашинили производится в Перу. Много вопросов возникает в связи с его использованием. Кто-то считает, что не стоит употреблять сегодня в массовом производстве, потому что вызывает аллергию порошок этот красящий. Но, тем не менее, он остается популярным. Почему мало кто знает, что красит губы помадой с содержанием насекомых? Мало кто знает, что и еду употребляет с перетертыми насекомыми. Хотя многие продукты розовых оттенков, от мясных до кондитерских, содержат кармин. Потому что краситель кармин в пищевой промышленности называется Е-120. Е-120, посмотрим, где здесь есть в магазине. Вот, смотрим. Вот Е-120 есть в йогурте. Есть в колбасе. В йогуртах еще Е-120 есть. В мармеладках и в конфетках часто. Не, это мое. Которые дети очень любят. Еще в пудингах, наверное, есть. Вот здесь вот написано, добавляют. Я нашла здесь Е-120. Для тех, кому важно, есть джуки у них в йогурте или нет, существуют удобные сайты, на которых можно проверить, содержатся ли там те или иные добавки. Ищем Е-120. И продуктов ряд не заканчивается. В начале 2000-х годов в центре скандала оказалась корпорация Кока-Кола. В СМИ попала информация о том, что знаменитый напиток содержит огромное количество кармина. Но компания всячески открещивалась от этого. И дело вскоре замяли. Что до меня лично, признаться мне безразлично. Есть порошок и стли в моей пище или нет. Едят же в некоторых странах кузнечиков и личинок жуков. Чистый белок. Но вот для тех, кто склонен к аллергии, стоит быть повнимательнее, на мой взгляд. Но вернемся к опунции. Она-то очень полезна. Это прекрасное средство дизентерии. В лечебных целях мексиканцы использовали и корневище, как мочегонное средство, и сок растения при болезнях печени. В современном мире путем измельчения стебля опунции производится так называемый литрамин. Им лечат ожирение, так как литрамин из опунции не дает усваиваться четверти пищевого жира. На этом все. Представляете, резюмируя, как многого мы о себе не знаем. Плохо это или хорошо решать каждому из нас? Мне, например, очень понравилось, что я о себе узнала что-то новое. На этом все. Пока-пока. Лайки, чтобы о новых видео поступало уведомление. Ставьте колокольчики внизу, кликайте. Всего доброго. Подписывайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok